150 километров не расстояние, если тобой движет благая цель. Дмитрий и его друзья в дальний путь пустились, чтобы в очередной раз навестить один из домов-интернатов Мордовии. Стать добрым волшебником для детей Дмитрий решил спонтанно, по зову сердца. Поначалу справлялся в одиночку, затем нашлись единомышленники. На вопрос «Зачем?» Дмитрий отвечает просто. «Если я могу помочь и сделать детей чуть счастливее, почему бы нет?» Да так, всё меньше людей стараются этим заниматься, не знаю почему. Поэтому по привлечению раньше было намного больше народу, чем сейчас. Сказать так, что дети с руководителями очень рады, если честно. Они и ждут, и встречают, и пишут во всех соцсетях. На счету не одна поездка и десятки счастливых детей. Везут абсолютно всё – от средств личной гигиены и одежды до продуктов питания и сладостей. Но главное – внимание. Среди воспитанников дома-интерната у Дмитрия уже даже есть друзья. Малыши делятся с ним своими мечтами, а он, как добрый волшебник, обязательно приезжает снова и исполняет их. Мне надо книжку отдать. Здравствуйте. 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 Это даяние, нужно книжку, короче, передать. Ух, вот. Она уж очень красивая. Она знает, она пойдёт. В планах у ребят посетить ещё больше детских домов. День защиты детей, Новый год или просто выходные. Праздников не ждут и поводов не ищут, ведь дети гостям рады всегда. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости. Продолжение следует...